Трагическую историю Найляны и Машевой мы уже рассказывали. 1 декабря 2018 года в ее доме взорвался бытовой газовый болот. Пламя охватило все жилье. От ожогов родители Найляны скончались. Сильно пострадала от огня и сама девушка вместе с дочерью. Все это время жительница Кибастуза пыталась доказать, что причина трагедии кроется в нарушении правил техники безопасности на АЗГС, где и заправляли газбаллон. И вот недавно эта история получила продолжение. Какое, расскажут мои коллеги. О том страшном декабрьском дне Найляне и Машевой всю жизнь будут напоминать шрамы на теле и обожженные руки дочери. Девушка рассказывает, что именно заправщик, который заливал газбаллон, нарушил технику безопасности. Он просто переполнил емкость и она взорвалась. Трагедия унесла жизни родителей. Сильные ожоги получили Найляна и ее дочь. После долгого лечения им с трудом давалось самое элементарное – ходить, сидеть и даже держать ложку. После выписки из больницы женщину ждал очередной удар. В полиции она узнала, о виновной в трагедии так и не наказанной. Уголовное дело приостановили. Причины так и не назвали. Дело, получается, открыли 5 декабря. 20 декабря они его приостанавливают, даже нас не предупреждая об этом. Когда я приехала с больницы, я у братишки спросила, что там с делом. Он говорит, что его приостановили. В июле я начала уже бить тревогу, потому что они молчат, никто ничего не говорит. Найляна дошла до руководства полиции Кибастуза, где ей сказали, дело передают в гражданский суд. Но женщина с таким положением дел категорически не согласилась. А как вы можете передать в гражданский суд, когда у вас две смерти? Две смерти, ну, мы тяжкие, у нас считаются тяжкие, телесные. Я говорю, как вы можете просто вот так вот передать в гражданский суд? Устройство для заправки газбаллона, оно было самодельным, во-первых. Я говорю, почему они его не изъяли, если 26 сентября, они, до 2017 года, они говорят о том, что вышел приказ о запрете газовых баллонов, почему они тогда его заправляют в дальнейшем? За ответами на эти вопросы Найлана отправилась в столицу. Только после встречи с министром внутренних дел, дело сдвинулось с мертвой точки. За расследование взялись сразу два следователя. Они расследовали дело, нашли все, подтвердили все документально о том, что они действительно зафиксированы, о том, что они продавали газ жителям поселка. Были опрошены жители. Они не имели с 2017 года это делать. После возобновления дела заправщик таинственным образом пропал. Его объявили в розыск. Но на суде вынесли приговор директору автозаправочной станции. Признали ее виновной и дали два года условно. Она даже ни разу в нашу сторону не посмотрела вообще. Ни извинений, ничего они не просили. Она вообще, она отвернулась, она даже на нас не смотрела совершенно. Она подала жалобу. Она не считает себя виновной совершенно. Она считает, что она выполнила всю свою работу. Но на этом судебные тяжбы не закончены. Найлана подала иск на восстановление материального и возмещения морального ущерба. Им с дочери нужна еще не одна пластическая операция. Процесс реабилитации займет долгое время.